Здравствуйте, Ольга Журавлёва из Москвы, из Петербурга, как и положено. Виталий Дымарский и Александр Невзоров. Здравствуйте, джентльмены. Привет-привет. Да, наше глубочайшее почтение, мы, разумеется, в Гильвеции. Где недавно остается презентация нового великого документального романа и бестселлера Юниса Теймур-Ханлы. Но давайте перейдем к делу, потому что много волнующих моментов есть в нашей современной истории. Вот обратите внимание, в начале июня 2018 года императорский дом Романовых признал Наталью Поклонскую сумасшедшей. Июнь 2018 года. Дому Романовых надо менять герб. Главной фигурой в нем должен стать жираф. Он наконец-то увидел. Да, императорская контора, она долго решала сохранять респектабельность и пожелала бывшей прокурорша скорейшего выздоровления. По-моему, они очень красиво все сказали. Да, но прокурорша не оценила, не оценила изящество. И потребовала сама справку от представителя императорского дома и вообще начала скандал. Все омрачилось. И вот мне интересно, из-за чего вся эта была серия приступов? Что омрачило такую чудесную клиническую картину в Палате наследников престола и их фанатов? Вы не поверите, но это был на самом деле бант. Поклонскую разъярил бант. Да. Сто лет назад какой-то испятой балбес Романов повязал себе бант не того цвета, как любит Поклонская. Причем повязал на какое-то не то место. И этот давно истлевший бант привел прокуроршу в неистовство. Бант подсуден, прощен быть не может. И все потомки мужика с бантом это враги человечества и вообще туристы, недостойные кататься в жигулях по Крымскому мосту и претендовать на российский престол. Она начала обзываться. Простите, а Кирилловичи сейчас? Да, совершенно верно. Это Кирилловичи, правильно же? Это Кирилловичи. Да, вот который потомки бант. Подождите-ка, там была целая плеяда, я бы сказал, великих князей, которые ходили с красными бантами. Да, совершенно верно. Так вот, императорский дом, как мы поняли, изящно себя повел, усомневшись в здоровье. Ну, а вообще, всех хорошо было бы этих персонажей, и претендующих на престол, и всех этих церебожников, наконец, для совещания разместить в какой-нибудь одной комнате, желательно с мягкими стенами. И тогда появится возможность узнать правду, ведь ничто не ново под луной. Это, отметьте, не прямая аналогия. Это просто для свитни. Был в свое время в Мичигане очень известный психиатр Мильтон Роккевич. Он задумал интересный, интереснейший клинический эксперимент, желая выяснить, как будут вести себя больные с идентичными маниями, с абсолютно идентичными маниями, сведенные надолго в одну палату. Что он сделал? Ну, вообще, это очень смелый, очень нужный, интересный эксперимент, на который не всякий берешился из ложного гуманизма. Представьте, собрать там много наполеонов или македонских и наблюдать за их взаимоотношениями. Главное, чтобы вот сходились, идентичными были бы диагнозы. Роккевич поскреб по разным психиатрическим сусекам, по своим коллегам, и нашуршал трех шизофреников, которые утверждали, что они Иисусы Христы, и свез их всех в Мичиганскую лечебницу. Разумеется, разместил в одну палату. Иисусов набралось аж целых три штуки. Роккевич был очень добрым доктором. Он шел навстречу больным, он разрешил им костюмироваться, разрешил хламиды, венки, и даже разрешил большие деревянные кресты, которые они могли носить вокруг котельной на прогулке, иногда носить по коридору, а на время процедуры они сдавали эти кресты санитарам. Так вот, выяснилось, что каждый из трех Иисусов считал себя Иисусистей всех. Более того, он считал, что два другие Иисуса – это ряженые и психически больные люди, которых необходимо как можно дальше изолировать. И требовался им помещение. Каждый из трех требовал помещение коллег в карцер. Все трое яростно критиковали терновые венки друг друга, хламиды и кресты. И душили главврача доносами. Разумеется, все закончилось страшной дракой между Иисусами. Они лупили друг друга огромными крестами и втыкали друг другу в задницы колючки, выдранные из терновых венцов. То есть, вот так бывает, когда встречаются на одном поле... Да, несколько... А вы думаете, что Поклонская уже претендует на престола? Я ведь не могу. Я ведь не могу здесь ставить никаких диагнозов. Но просто мне показалось, что эта история чем-то напоминает все это шевеление вокруг так называемого российского престола. Следующей прелестной новостью у нас является то, что... Ну, относительно сочной новостью, по крайней мере, это известие о том, что Бабченко назначил цену в 50 тысяч долларов за интервью. Ну, вот как любит говорить... Были и скинки? Да, да, да. Да, как любит говорит Владимир Владимирович, разбудили сладкого. Опомнился Бабченко и, наконец, кажется, взялся за ум. Плохо только что с таким опозданием, потому что, действительно, в день смерти покойный вполне мог бы назначать такие прайсы за интервью. И претензии, наверняка, были бы удовлетворены богатыми каналами и порталами. Но хайп уже остыл, да. Вот через пару дней он остыл примерно в 10 раз. Примерно в 10 раз упали и цены, да. Поэтому теперь говорить про 50 тысяч странно. История, несмотря на ее первоначальный развлекательный потенциал, стремительно потускнела. Она окислилась в очень ироничной медийной среде, враждебной медийной среде. Сегодня, я думаю, не больше 200, а завтра она будет уже не стоить практически ничего. И дело не в Бабченко, который мне симпатичен, а дело в безжалостных законах СМИ и в правилах хайпа, которые он просто пока не знает. Ведь медийные фигуры, они либо гонятся за индексом цитирования в СМИ, и тогда они, прошу прощения, дают всем подряд. Либо они плюют на индекс цитирования и предпочитают думать не мозгом, на который, в общем, не всегда можно надеяться, а карманом, что гораздо надежнее. Александр Ильич, простите, в этой ситуации вы бы что предпочли? Вы который? Который деньги берет на свое выступление? Я всегда думаю карманом и никогда не думаю в этих случаях мозгом. И, в общем, подводим итоги. А 47 украинских ронинов готовых отдать жизнь шоколадному императору? Мы перейдем. Это прекрасно. Это прекрасная история, поскольку она имеет абсолютную связь с той историей, которую мы только что уже поведали слушателям. Дело в том, что Аркашина история стухла, и СБУ попробовала вернуть тему в первой строчке новостных порталов, но получилось как-то у нее совсем хреново, у службы безопасности. На волне успеха с Бабченко оно выкатило как бы огромный список персонажей, которых должны были перемолотить спецслужбы Российской Федерации на территории Украины. Ну вот, и от этого огромного списка сразу как-то откровенно понесло абсолютной фигней. Вероятно, в результате какой-то особой операции служба безопасности Украины раздобыла список задолженников по коммунальным платежам в какой-нибудь общаге и просто для плезира украсила его парочка известных фамилий. Россия в этой истории, подчеркиваю, выглядит, конечно, архискверно, потому что если дело действительно так, как утверждает СБУ, то руководство ФСБ должно в полном составе сесть в тюрьму. И не как-нибудь, а по очень обидной статье под названием «Бесхозяйственность», потому что разбазаривать государственные деньги черт знает на кого и черт знает на что, ну все-таки вот до такого бесстыдства заходить нельзя. Дело в том, что труд киллера – это очень высококвалифицированный, особый труд, а киллеры, которые способны работать в условиях заграницы, в общество должны стоить очень дорого и тратить огромные государственные деньги на вбухивать сотни тысяч долларов в набор из персонажей, которые украинский писатель Гоголь, помните, да, он перечислял? Вовтузенко, Писаренко, еще один Писаренко, некто Голокопытенко, ну это просто транжиривание и разбазаривание в госсредствах, да? Можно перестрелять из этого списка, Оля, поверьте, половину, без всякого резонанса, и ни один газетчик даже не почешет себе ягодицу. Это совершенно бесхайповые варианты, но только если применить какие-нибудь особо эффектные способы убийства, там типа с помощью огромной клизмы или в маршрутке задушить дрессированными питонами. Ну, Александр Глебович, это благодатная же ситуация. Во-первых, были действительно громкие, очень скандальные убийства в Киеве в том числе, были очень известные, менее известные или ставшие очень известными жертвы. Ну, что же делать-то, если вот оно прямо на глазах? Вот еще Вороненков у нас в памяти и Шеремет, и тут как бы, ну, грех просто не написать список, мне кажется. Нет, грех, конечно, ну, понимаешь, вот подпорчен, у всей этой великолепной истории подпорчен финал. СБУ вышло раскланиваться, но случайно затоптало зрителей. Вот такое случилось неудобное, неудобное действие, потому что, конечно, на этом волне хайпа нельзя было паразитировать вот так до бесконечности, как они решили это делать, потому что, ну, бесславно, бесславно Аркашину историю кончили. И причем обидно, что в дураках остались ведь, как известно, не только СБУ, да, но остались вообще все, без исключения. Патриоты, либералы, сочувствующие, проклинающие, включая, кстати говоря, ФСБ, прессу и самого Бабченко, который проворонил свой главный хайп жизни, может быть. Особенно мне, например, обидно за ФСБ. Как выяснилось, они нифига не могут, да. Агентуры толковой у них нет, и информации из избушных недр тоже нет. И упущена была прекрасная возможность нагадить коллегам. Вот представьте себе эту ситуацию, когда вот началось это все трагическое завывание. Побежали первые новости, когда все раскалилось, когда начался плач о храбром Аркаше. Он достиг крещенда, публика уже побежала зажигать свечки и понесла цветы. Вот тут на канале, на Первом или на России вылез бы какой-нибудь унылый ФСБшник, который скучным голосом сказал бы, да, нифига, вот по такому-то адресу гражданин Бабченко сейчас почесал зад, и вообще 13-й пельмень заглотил с капусточкой. И улыбается он мечтательно чему-то. И, конечно, это бы полностью красиво поломало игру. Но, как выяснилось, никакой агентуры ФСБ... А вы думаете, что история закончилась уже? Может, у нее еще будет продолжение? Мы же не знаем. Они же там все-таки по капле, по капле, но понятия каждый день выдают какую-то новую информацию. Нет, мы не знаем, но мы надеемся, что эта история будет продолжение, потому что она в общем... И Бабченко, надеется, она существенно оживила медийное пространство. Александр Георгиевич, можно один вопрос по этому поводу? Да, конечно. Какое у вас сейчас сложилось впечатление? Бабченко кто-то действительно хотел убить? Или его обманули? Не понимаю, не знаю и не умею так гадать на кофейной куще. В любом случае, моей симпатии к Бабченко это не помешало. Вся эта история, я понимаю, что он, в общем, вляпался. В любой ситуации он вляпался. В любой ситуации он не должен был бы позволить себя вот так пользоваться. Так пользоваться... У него тяжелая ситуация и до этого была достаточно тяжелая. Был ли у него выбор? Да, много ли у него было вариантов? Просто мы не знаем. У него были все варианты, потому что всю ситуацию тяжелую до того, он, в общем, измыслил себе сам. Никто на него всерьез, насколько я знаю, не точил зубов и никто особо его жизни не угрожал. Поэтому давайте здесь... А вы думаете, кто придумал эту историю? СБУ или Бабченко? Нет, я думаю, что только СБУ. В этом есть какая-то такая вот удивительная, милая кондовость. Потому что ведь на самом деле ситуация абсолютно нормальная, абсолютно естественная. Вот это якобы убийство, которое позволяет выявить заказчиков, это применяется широко. И применялось, кстати говоря, и в советское время. Это еще все методички оперов предлагали этому поучиться. Но тогда, правда, были очень жесткие ограничения на применение таких методов. Никогда нельзя было задействовать медийных, официальных или общественно значимых лиц при совершении такого рода операций. Подождите, Александр Григорьевич, а вот история с мэром Йошкаролы, например, с крупными бизнесменами. Вы берете позднейшую Россию. Я говорю о том времени, когда эти методы оперативной работы были изобретены и впервые практиковались еще в Советском Союзе. То есть, Кеннеди все-таки на самом деле убили, вы хотите сказать? В результате. Это было тогда, когда предки и СБУшников, и ФСБшников выходили из одной и той же шевели. Давайте от мрачных тем перейдем к наклонной плоскости, по которой сползает Россия, в милую местечковость. И с этой наклонной плоскостью тоже у нас все в порядке. Начался кинотавр. По-моему, даже и закончился уже. Ну, он даже, может, и закончился. Это такое, в любом случае начался он или закончился, это такое шоу кино-кино-лилипутов. При том, что никакой вны бедного русского бомонда, который играет в призы, платье, светскую жизнь, красные дорожки, здесь нет. Понятно, что факт существования Голливуда и его тусовки превращают любое местечковое мероприятие на кинотему в такое представление карликов. Потому что демонстрация сосков, красных дорожек, это фактор вторичный. Первичным, как я понимаю, является все-таки кино. И вот соски на красных дорожках пока получаются лучше и больше привлекают внимание, а с кино дело плохо. Исправить ситуацию взялась Ксения Собчак, как мы знаем, монументальным кинополотном о Собчаке. Но выяснилось, что она трагически не одинока в этом созидании. Мягко говоря, не уникальна. Тут то, что называется, не прокатило. Выяснилось, что фильмы о Собчаке, это такая банальная забава сегодняшнего дня, можно сказать, эпидемия. И создателей подобных фильмов можно выстраивать в шеренге. Вот среди такой столб петербургской журналистики, который своим пробором сводил с ума дам в 90-е годы Иннокентий Иванов, тоже выкатил замечательное кино о Собчаке. И кто-то еще сделал такой же шедевр на эту тему. Но тоска в тех случаях абсолютно зеленая. Но между этими медийными продуктами началась конкурентная война. Ксения Анатольевна заманивает на свой фильм и на свой продукт тем, что в нем зашифровано секретное послание Путину. В этом фильме она еще... чем она завлекает? В этом фильме, впрочем, еще снялся Александр Невзор. Да, я там тоже был, совершенно верно. Но, а вот Иннокентий Иванов, у которого я не был, да, и ужаловался на пресс-конференциях на мою корыстность и о том, что я отказался сниматься бесплатно, вот Иннокентий Иванов, вероятно, должен заманивать тем, что в его фильме тоже зашифровано послание, но уже там, не знаю, Трампу, инопланетянам или такси Рогозину. В общем, они бодаются. Ксения предполагала так ярко разгореться на культурно-политическом небосклоне, но в данном случае, в общем, оказалась участница как-то не обидно массовки, потому что теперь этих фильмов о Собчаке, то, что называется, очень много. Ну, теперь можно от Сои снять еще пару фильмов. Подожди, извините, Ольга, по поводу фильмов о Собчаке, Александр Демович, я, видимо, один из немногих, который видел оба фильма. И Ксении вместе с Верой Кричевской, и Иннокентий Иванов. Так, что вы скажете? Они в чем-то похожи, но они оба, я бы сказал, они очень петербургские. Они вот говорят о Собчаке как о мэре, да, и все в основном разбирают деятельность Собчака как мэра Петербурга, и, собственно, они говорят в основном петербургцы. Естественно, да. Мне кажется, один из недостатков обоих фильмов, это то, что не показан Собчак как политик федерального, что ли, масштаба. Ну, пусть они бодаются, в конце концов. Но вы, Борис Англебович, как бы сняли про Собчака? Как про фигуру масштаба какого? Могу вам признаться, меня это абсолютно уже не интересует. А когда же интересовала вас эта фигура? А интересует петербуржцев еще? Я не могу говорить за всех. Петербуржцы пойдут смотреть, хотя бы поколение старше, которое... Я думаю, что попытка это показать в кино обречена на позор, провал и пустые залы. О, давайте вот здесь отвлечемся от этой темы, потому что долго на ней сопчемся. Я хочу сказать про то, что российское кино, в общем-то, оно всегда и везде предельно условно, да? И даже когда оно проваливается в прокате и не окупается, но имеет хоть какие-то циферки сборов, да? Вот пусть небольшие циферки. Но, оказывается, и этим небольшим циферкам нельзя доверять. Проигравший в 12 раз по сборам какому-то мутному американскому полумультику Собибор Хабенского, да? Тоже какие-то цифры в прокате вроде бы имеет. Но начали всплывать истории, которые демонстрируют условность даже и таких цифр. И, увы, фальшь таких цифр. Просочилась в интернет и проверена информация о том, что в Перми школьники подняли бунт. Их принуждали к просмотрам фильма Собибор. И за непросмотр фильма угрожали недопущением до ЕГЭ, неудам по четвертям и за год. Но они, тем не менее, набрались мужества и, в общем, скажем так, в школьном концлагере устроили восстание против фильма Собибор. Возможно, про этих школьников когда-нибудь тоже снимут фильм об их исключительном свободолюбии. Но следующее поколение эту «Нафталиновую тоску» уже смотреть тоже не будет. Но вы это видели фильм, я просто на всякий случай интересуюсь. Зачем? Мне совершенно неинтересен Собибор, мне совершенно неинтересны концентрационные лагеря, мне совершенно неинтересно все вранье, которым может быть предложена так называемая история. Потому что вот сидит Дымарский, который не даст соврать. На этих днях опять отмечалась какая-то Куликовская годовщина. Куликовская 21 сентября. Дам соврать, я вижу день того самого Дмитрия, которого принимали. А, день Дмитрия Донского, да. Да, совершенно верно. При том, что как теперь становится понятно так называемую Куликовскую битву русское воинство, его условно можно называть русским воинством, потому что там дрались два татарских хана, которые использовали русское мясо в другом месте, вероятно, в другом году. Но самое интересное, что русские в этой битве были со страшной силой разбиты, а совсем не выиграли. У нас есть... Ну, продемонстрировали лучшие свои качества, Александр Глебович. Ну, такое тоже бывает. Что, есть документальный фильм? Нет, просто есть абсолютно красивые и независимые источники. Такие, как Иван Пашвильге, как хронист Иоанн Лиденблат, как есть Альберт Кранц, который декан духовного капитала Гамбурга, он написал такую замечательную хронику вандалия. Поверьте, у него не было никаких причин играть на чьей бы то ни было стороне. Но там, честно, все описано, что после того, как русские истребили монгольское войско, они увлеченно кинулись грабить обоз, и в этот момент были перебиты уже воинами Великого княжества Литовского. А это уже другая битва. Поэтому Куликовскую мы выиграли, а это уже другая битва. Не исключено, что и это тоже является враньем, но уже с другой стороны. И поэтому пафос Собиборов, честно говоря, никому не интересен. И как раз молодцы ребята, которые отважились поднять восстание. Я просто говорю про условность любых сборов советского кино. Потому что представить себе, а сколько бедных затюканных курсантов покорно пошло смотреть. А сколько школьников не решилось на бунт. А сколько вообще должностных лиц вынуждены были это сделать. Кстати, кто покупал билеты? Вот самый интересный вопрос. Покупали ли школьники и курсанты сами? Или какие-нибудь структуры выкупали эти билеты? Или кинотеатры сами покупали билеты и сами же их распространяли? Кто сборы делал? Вот мне интересно. Зачем им покупать билеты? Пускали просто бесплатно? Нет, нет. Тогда сборов нет. Тогда нет сборов. Вот в том-то и дело. Жалко, конечно, Хабенского, который не мерзкий, что уже немал для артиста. О, кстати, об артистах. Тут у нас в Петербурге был Джонни Депп, и он ухитрился загреметь в ДТП. Да. Не следите вы там вообще ни за чем. Да, его так ухитрились, так талантливо вывозить со двора гостиницы, что шмякнули машины об стену. Ну, вот правильно, кстати говоря, жить надо в Гильвеце. А где-то здесь артиста никто не обидит. Здесь есть Федя, который способен Джонни Деппа вывезти на Невский проспект. Здесь машины не заезжают во двор. Во дворе просто нет проезда. Есть проезд в Гильвеце и во двор. В России сейчас покажутся. Но, честно говоря, я воспринял, например, несмотря на всю мою симпатию к Джеку Воробью, эту историю абсолютно равнодушно, потому что у меня симпатии к сделанным продуктам, к сделанным образом, ни в коей мере не транслируются на самого артиста. Вот сделал артист работу, и спасибо. Потому что понятно, что он уже настолько старый, что ему своего успеха, скорее всего, не повторили. То есть у одного ДТП, а у футболиста 10 тысяч евро сперли? Ну, я думаю, что у нас впереди, друг мой. У нас столько футболистов и столько евро впереди. Будет ад, да, абсолютный ад, потому что примерно миллион болельщиков почти месяц будут отравлять жизнь питерцам. Пакостить, шуметь, скандировать, что-нибудь бить, создавать пробки, создавать проблемы. А сколько будет в Москве, я вам не могу передать словами. Слушайте, вы знаете, я бы мог и больше сказать за этот чемпионат, но, как понимаю, что у этого гадкого события, хорошее, доброе, дорогое, мне лицо моего друга Уткина, что это мгновенно вяжет меня по рукам и ногам, и никаких гадостей при чемпионат мира я говорить больше не буду, даже меня не угадает. Не просите. Хорошо. Это прекрасный финал первой части. Виталий Наумович, мы здесь должны прерваться. Я напомню, что Ютьюб... Я бы хотел обрадовать, что чемпионат закончится. Ну, конечно, закончится. Ютьюб к вашим услугам, смс к вашим услугам. Номера все перечислю уже после новостей. Это невзоровские среды. Ютьюб к вашим услугам, смс к вашим услугам, смс к вашим услугам. 21.35, продолжаются невзоровские среды. Журавлёва здесь, Дымарский и Невзоров там, то есть в Петербурге. Сразу скажу, Ютьюб к вашим услугам, читаю все комментарии, это восторг и упоение. Некоторые отдельно записываю. Есть еще, естественно, смс, плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Мы тоже приветствуем всех, кто приветствует человека Невзорова, даму и так далее. Вот тут возникло несколько вопросов. Во-первых, вот вы говорите, что... Да, 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 вот... Да, да, именно, правильно, потому что вот Дмитрий нам прям пишет, у меня уже, говорит, зависимость, и где же поповедение? Ну вот смотрите, да, мы с вами как раз беседовали про комнатку с мягкими стенами, куда неплохо было бы собрать представителей императорского дома и всяких церебожников. Но в эту комнатку наметились еще и новые кандидаты и очень перспективные кандидаты. Дело в том, что у бедной РФ опять высыпали и вспухли попы. Теперь им кажется ужасным кощунством конкурс «Императрица России-2018». Ой, я посмотрела, я даже билеты посмотрела. Да, московская гламурная тусовка до пяти тысяч, Оля. Ну, можно пока за две купить. Но вообще там многовато умолчаний, потому что к такому высокому титулу, в общем, должен прилагаться еще и аттракцион типа там «Подвал в Ипатевском доме». Но об этого тоже нет в плане мероприятий. Там зато обещано, что кандидатки и конкурсантки будут показывать ум и душу будут показывать. Вот последнее маловероятно, потому что я не совсем понимаю, как участницам удастся показать публике ум и душу, ведь, насколько я понимаю, и трусы, и лифчики даже на такого рода тусовках никто еще не отменял. А лоботомия тоже не предусмотрена конкурсами, если я правильно понимаю. Попы бьются в истерике, не из опасения случайно увидеть душу конкурсантки, а только потому, что им кажется кощунственным и недопустимым употребление слова. Как вы думаете, какого? Императрица, корона и других символов державности в этом так называемом контексте. И они тоже готовят петиции и будут обращаться в самые высокие инстанции с тем, чтобы, значит, эту всю гламурную тусовочку каким бы то ни было образом минимизировать, а лучше всего остановить. А вы знаете, откуда этот конкурс растет? Я все выяснила. Это вы все придумали. Это Питер? Он раньше в Петербурге проходил. Оля, будем откровенны. Там такой состав жюри, честно говоря, в этом конкурсе, что главной красоткой может оказаться какой-нибудь мальчик, который случайно принесет пиццу в зал. Поэтому не надо воспринимать все уж совсем буквально. И в продолжение темы о... О поповедении? Что оскорбляет, да. Что оскорбляет, не оскорбляет. Мы знаем, что РПЦ окончательно сейчас разделилась на две части, на сортирников и бессортирников. Это свидетели туалетов и как бы их противники. Нет, нет, нет. Это противники туалетов в храмах и сторонники туалетов в православных церквях. И вот, наконец, высказался православный совет по культуре. Причем православный совет по культуре устами какого-то попа Леонида в отношении вопроса, вопроса о наличии или отсутствии сортиров в православных церквях высказался очень странно. Он сказал, что он чувствует в этом вопросе ангажированность. Что он имеет в виду под словом ангажированность и предполагает ли он, что у этого слова есть какое-то другое значение, никто не знает. Но, тем не менее, это высказано и высказано от имени Патриаршего Совета. У попов-то бывает, то Гундяевчин тляпнет по энтропии, то Попы отличаться. Но совет по культуре, в общем, то, что называется, блеснул. Он наплевал, по сути, на все законы страны, на все строительные нормы, на все гигиенические и санитарные нормы, обязательные для проведения массовых мероприятий. И сказал, нет, нам, значит, сортиры не нужны, сортиров не будет. И узаконил антисортирное движение. Но, Демарский, наберитесь терпения. Друг мой, примечательно, что Попы опять блестяще доказали, как они любят, свесив ножки, сесть на чью-нибудь шею. И как они легко и привычно это делают. С какой формулировкой это было отказано в сортирах. Вынесено решение. Если богослужения проводятся в городских храмах, то вокруг много точек общепитов, кафе и ресторанов. Там есть сортиры. Вот пусть туда и идут прихожане. Вот за каким дьяволом спрашивается владельцам кафе и ресторанов нагружать свои бедные толчки тысячами верующих. А представитель Гундяевского культурного совета не сообщил. К тому же мы понимаем, что это еще и накладно. Потому что это лишние траты на уборщиц, бумагу, на то, чтобы снова повесить на петли двери, на то, чтобы залатать раскореженные унитазы. Мы вообще знаем, на что способна человеческая массовка при посещении различного рода укропных завещений. Здесь должно быть какое-то противостояние. Макдональдс против РПЦ. Раскололось церковное сообщество? Нет, оно не раскололось. Кто раскольники главный? Какая часть раскольников? Нет, ну все, теперь уже официальная позиция, я не знаю, приведет ли это к такому же исходу, как раскол 17 века, появятся ли какие-нибудь особые опознавательные знаки, изменятся ли как-нибудь обряды и тексты, но так или иначе мы имеем этот факт. Кстати говоря, тут вот к этому пикантному вопросу я возвращаюсь, недавно всплыл красавец Грудинин снова, с какими-то страстными речами, и у него промелькнуло в репликах весьма удивившее меня заявление, если кто-нибудь меня проконсультирует, я буду очень благодарен. Оля, вы знаете разницу между одноразовой клубникой и многоразовой? И что это означает? Нет. Одноразовая, она называется одноразовая и многоразовая. Вот можете думать все что угодно. Может быть это способы ее размножения? Размножение? Не знаю. Давайте закончим сейчас еще с поповедением. Дело в том, что, конечно, не только конкурсы и не только вопросы престола наследия попадают теперь в зону компетенции попов. Они еще и решили секвестировать и изменить ту программу ЮНЕСКО, которую ЮНЕСКО предлагает по секс-просвету. Причем, надо сказать, это действительно очень деликатная, щадящая программа, где избегаются ненужные слова, где не описываются какие-то ситуации. Это в высшей степени высушенная и сдержанная программа, которую ЮНЕСКО считает обязательным для распространения по всему миру. Но у нас особый путь, Александр Глебович, даже говорить не о чем. Православные фанатики, ну понятно, что они умеют удовлетвориться каким-то другим образом. И они требуют, что секс-просвет должен быть исключительно православным. Вот напишут его и создадут, там должна быть расписана продолжительность поцелуя мощей. Взасос, невзасос. Я прошу прощения, Александр Глебович, у нас случилась ужасная трагедия. У нас ваше изображение из Ютьюба исчезло вместе с Демарским. Да, мы любуемся Лидии Невзоровой на заставке и мною, и все. И вот я, кстати... Это, в общем, неплохо. Вы, Лидия Невзорова, это значительно лучше, чем я и Моргский, будем откровенны. Я очень надеюсь, что кто-нибудь, может быть, где-то там между пределами нашей студии наведет в порядок, что-то произошло. Все будет в порядке, да? Да. Потому что, вот, например, совершенно непонятно по православному секс-просвету до сих пор остается невыясненным и неотрегулированным вопрос, может ли православная женщина толстую свечу держать в кулаке, находясь в Невзорова? Ох, Александр Глебович! Это вопрос важный, согласитесь. Соглашусь. Также никому непонятно, вот, например, опыт священника Грозовского и других педофилов. Будет ли он вынесен в концепцию православного секс-просвета, или он останется в некой такой закрытой секретной части, который будут преподавать только в семинариях, потому что не все еще знают, как нужно принять исповедцу 12-летней девочке и куда и как следует влагать персты. Александр Глебович, у нас так мало времени остается, а так много важных вопросов. Я еще не рассказал про Никиту Столбника-Переславского, но ладно. Слушайте, ну, давай придержите Никиту, у нас еще будет возможность. У нас законы против санкций, у нас Госдума уважать себя заставил лучше выдумать не мог, кстати, с днем рождения Пушкин. У нас Совет Федерации с Цукербергом, у нас Путин дал интервью. Что вы хотите жить? Я хочу, нет, я хочу... Завтра Путин будет отвечать по прямой линии. Да, завтра, но это вот, когда завтра это свершится, тогда мы и поговорим на эту тему. Ну, вот этим законом о санкциях Россия, как бы то, что называется... Вы знаете, как бывает изнасилованная дама идет в штрафпункт, чтобы снять побои и зафиксировать синяки, ссадины, царапины и прочее. И вот теперь эти санкции уже стали неким нормативным явлением жизни уже на законодательном уровне. Они уже введены в юридический обиход и очень плотно. Это по существу закон о полном принятии. Это кажется абсолютно нелогичным. Я понимаю всю тяжесть, в которой оказалась тягостность, положение, в котором оказался Владимир Владимирович Путин. Он на внешнем рынке, как бы в Европе, блещет грацией, манерой, цивилизованностью, умением. Прикольно и неплохо давать интервью. Но у него есть и внутренний рынок. И этому внутреннему рынку нужен совершенно другой Путин. И Владимир Владимирович обречен на двойственность. Его, вероятно, может выручить только опыт, большой опыт конспиративной работы. Потому что ему приходится сбрасывать шкуру пятикантропа и снова одевать ее. Причем со скоростью, которой позавидует любая манекенщица. Дело в том, что России нахрен не нужен в ее голове цивилизованный человек. Этот цивилизованный человек всегда будет обречен на астрокизм. И найденный сегодня для внутреннего рынка Путиным свой образ, он чрезвычайно удачен. Ракеты, мультики, попы и КамАЗ по мосту. Но в Европу не пускают шкури. И ожерелье из сушеных голов тоже, в общем, как-то воспринимают без всякого восторга. Сказать, какой рынок для Путина важнее, внешний или внутренний, пока невозможно. С внутренним всегда чуть легче. Даже в случае полного разочарования в лидере, у власти всегда есть около полугода чисто инерционного послушания народа. А с внешним рынком такое не проходит. Ну и еще основой власти, конечно, служат сложившиеся коррупционные схемы. Они крепко пронизывают, пропутывают страну. И они во многом стали не удивлять, все ли ее каркасами. Тот, кто кричит «Крым наш» или «Слава Путину» в переводе с этого высокого государственного пафосного языка имеет в виду совсем другое. Он имеет в виду неприкосновенность некой коррупционной цепочки, которая может быть прервана в случае смены власти. А может быть и прямо при этой власти прервана внезапно. Мы видели такие примеры. Мы видели, но мы знаем, что такие примеры, как правило, показушны и не являются системой. Это только звенья, а не вся эта почта. А вот в случае изменения, кардинального изменения власти, понятно, что много сотен тысяч людей не дождутся своих конвертиков. Если рушится вертикаль... Чумоданчиков и кардиночек. То конвертик точно могут не принести. И это тоже, кстати говоря, вот эти коррупционные связи, они дают удивительную крепкую долговременную стабильность. Власть становится все время нужна. И ее смена воспринимается как ужас и как проклятие. Закон, конечно, ориентирован на то, чтобы было похуже. Чтобы не исчезало вот это ощущение петли. Но вообще всякий висельник, Оля сообщил вам, должен иметь точку опоры. Ею, кстати говоря, по физике является в этом случае петля. И здесь очень легко понять русскую власть. Потому что с точки зрения Кремля происходящее прекрасно. Ведь кому нужен пожарник в своей каске, со своими глупыми шлангами, когда нет пожара. Вот когда пожар есть, он при деле, и он востребован, и он герой. Поэтому и санкции нужны, потому что Путин нас от них защищает. Поэтому вечный пожар. Пожар лучше поддержим. Вечный пожар. Он просчитан, он прекрасно работает. И это позволяет оставаться именно этой власти не только нужной, но и крайне необходимой. Притом, что можно не стесняться. Вот они взяли, пририсовали Кемчан Ину улыбочку. Взяли, спокойно пририсовали. Просто выбрали самое удачное фото. Да нет. Я думаю, что ведь помните, да, на Пэфе, помните ту сцену, где Путин держит Макрона под локоть, да, и куда-то показывает. Он наверняка ему объяснил. Нет, нет, наверняка ему объяснил. Вот смотри, стоят ребята, которые тебе сейчас нарисуют четыре бородавки и соплю из носа, да. И все, и ты скомпрометирован на весь мир. Потом ты можешь сколько угодно доказывать, что всего этого не было. Или представьте себе, Меркель нарисует полную полинезийскую татуировку на все лицо. И это тоже вполне возможно. Главное не стесняться. И главное вести себя во внешней политике вот так же, с той же изящной хулиганской, которую мы сегодня и, собственно говоря, видим. То есть такой долой стыд, я бы сказал. А вот тогда сразу ответьте на вопрос по поводу путинского интервью. Вот эта вот странная история с Навальным, про которого все время настырный австрияк спрашивает. А тот говорит, что нам не нужны Саакашвили, нам не нужны клоуны-оппозиционеры. А почему нам клоуны-то не нужны? Что хотел сказать Владимир Владимирович? Это не демократично. Нам не нужны клоуны. Ну, это мы оставляем на усмотрение Владимира Владимировича. Такая бесклоунская демократия. Но вообще Владимир Владимирович, вероятно, усвоил некоторые уроки медийного мастерства. И он понимает, что любое упоминание фамилии автоматически выдает в поисковике эту фамилию. Представьте себе, какое количество информационных агентств будет размножать Путина и его интервью. И вместе с этим интервью будет размножаться во всех информационных агентствах и совершенно ненужной с точки зрения Владимира Владимировича фамилии. А зачем Саакашвили назвал тогда? А Саакашвили просто уже никому не нужен и не интересен в этом смысле. Саакашвили это давно бедный печальный призрак, у которого даже петли в качестве точки опоры пока достаточно комфортный и убедительный не предвидится. Ну, раз уж вы раскрыли все политические темы практически. Ну, они не очень политические, они скорее, я бы сказал, такие басхианские темы мы ожидаем за этой картиной. И она нам, я могу признаться, в общем, отчасти нравится. Ну, вот у нас был внешний рынок, да, вот это интервью Австриях. Да, совершенно верно. И завтра мы увидим внутренний рынок, я так понимаю. А между этим у нас придумывают, насчет Жириновский с Володиным и Слуцким, придумывают как бы ущучить, в частности, Эхо Москвы. Жириновский прямо про нас так и говорил. Чтобы не оскорбляли высших должностных лиц. Не наказывали за них. И чтобы, да, прям вот за оскорбление высших должностных лиц, вот прям отдельную законодательную базу. Александр Глебович, это и вас тоже касается. Конечно. Тем более, что для взоров автора искусства оскорблять. Я думаю, что в любом случае будет изобретена убедительная форма, при которой тот же самый Жирик. И вот все эти люди в Государственной Думе все равно будут получать от прессы по первое число. И все равно будут номинироваться на ту печальную и постыдную, скажем так, лексику, которую они заслуживают. Просто придется приложить усилия для того, чтобы обойти какой-нибудь глупый закон, который они придумают. Но таких способов, вот как я в свое время, когда там очень переживали по поводу того, что их называют попами и требовали к себе почтительность. Я же тогда придумал замечательный термин «нолики с крестиками». Вроде бы и ни о чем, и вместе с тем всем понятно, о ком идет речь. И точно так же какое-нибудь обозначение для депутатов мы придумаем. К тому же поможет Цукерберг. Его, как я понимаю, пригласили в Совет Федерации выступить. Вы бы советовали ему ходить туда или, может, не надо? Слушайте, ну это будет увлекательная зрение. Помните, как Миклуха Маклай высадился на берег к папуасам? Я не помню, честно скажу. Чупали зажачок. Его спрашивали, а что это такое, перебирая на нем пугольцы. Вот я подозреваю, что встреча Цукерберга с Советом Федерации будет выглядеть примерно так же. Потому что мы же понимаем, что в этом органе собраны самые, я бы сказал, интеллектуально неразвитые представители российской элиты. Но несмотря на это, несмотря на то, что Совет Федерации, в общем, так низко, может быть, нами оценен, тем не менее, насколько я знаю, встречать Цукерберга и Государственную Думу не решились. Потому что, если Совет Федерации еще может как-то сойти за папуасов... Ну ладно, там ваша любимая Валентина Ивановна руководит. Валентина Ивановна господь папуасов. Поймите, да, ведь совершенно... Она же действительно, вы же на нее и посмотрите. Она приобретает сходство с настоящим вождем папуасов. Я не знаю, правда, готовы ли мировые ювелирные бренды изготовить кабани-клык для вдевания в носовую перегородку в достаточной стиле. Ох, доиграетесь вы. Ну, я... Доиграетесь, конечно. Я и доигрываюсь, Оля. Ну, хорошо. По крайней мере, это было бы весьма и весьма органично. Ну, хорошо. Госдума, вы сказали, по сравнению с... Госдума, вот она даже как-то папуасы не проходит. Поэтому пусть они изучаются, они... Ну, мне кажется, как-то так хорошо думаете о Цукерберге. Можно подумать, он всю жизнь прожил в какой-то капсуле и не видел ксенаторов тех же американских. Тоже можно подумать. Прямо Версаль. Тоже не в Сенозе. Там тоже, в общем, преимущественные люди тупые. Иначе бы они не оказались, скажем так, в своем статусе. Потому что, в общем, политика – это дело не интеллектуалов, разумеется. Но, тем не менее, они, в общем, по крайней мере, при своей общей тупости и неразвитости, они ориентированы на какой-то цивилизационный подход и на цивилизационные нормальные вопросы. А в Совете Федерации, вероятно, сразу же начнут Цукерберга, бедняжку объявлять врагом народу. Правда, неизвестно какого. У нас цивилизационный вопрос, который назрел еще в начале передачи. Что означает беспамятный Буратино у вас на картине, который... Посмотрите, Демарский, да? Вот за вами прямо картина. Я уже видел, конечно. Да, да. Александр Глебович, о чем говорит этот выбор? Ты догадался, кто художник, Оля? Копейкин. Это говорит, кто художник. Копейкин. Во-первых, художник Копейкин, который нежно любил. Я искусствовед, конечно. Да, совершенно верно. Это блестящая картина, и в ней есть тонкий и сложный намек на завтрашнюю прямую линию Владимира Владимировича. Вот здесь я оставлю, здесь я оставлю и подвешу эту восхитительную паузу, тем паче, что у меня как будто бы нет времени ответить на этот вопрос. Виталий Наумович, ну не так в лоб, ну это же метафора. Я так понимаю, это метафора прямой линии. Ну, это метафорическая картина и называется прямая линия. Вот, замечательно. Поэтому сегодня она оказалась здесь. Это Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева. Всем большое спасибо.